Так, хешмапа. Давайте заюзаем java-вскую интерфейс map. Она юзает дженерики, есть какой-то кей, есть какой-то value, с кейом у нас будет string, value будет integer, назовем ее просто map. Ну и map это у нас интерфейс, хешмап, все хорошо, давайте положить что-то туда, чтобы умножить. Ключ и значение. А давайте что-то положим, put. 2, сейчас мы будем с юзером сложать. 3, 4, блин, почему нельзя ли здесь создать один метод добавления? Я ж тоже к этому, надо все одно, видишь, абстракция. Ты начал думать по вопшному, везде надо одно. Вот, правильно к этому идешь, надо абстрагироваться от все. Ну так написали, тут же с этим ничего не сделаешь. Давайте доступимся к чему-то. Кей у нас есть методы в мэпе. Точка, put, фишкод, get. Get возвращает нам integer, получаем какой-то кей. equals, clear, is empty, remove, по кей, по object, и по, ой, по кей и по value. Давайте get. И мы это все куда-то запихнем в какой-то... Этих друзей мы вообще закомментируем. Почему у меня постоянно, когда я нажимаю на какую-то... Там вот на мап сейчас нажал, да? Мне постоянно пишут красным... Can not result... Не. Can not find local variable net. И вот на все, что я не нажму, у меня постоянно вот этот красный табачок. Это import Java написано? Не, оно все работает. Это типа просто... Вот такой вот. Ну типа все нормально, но постоянно как не наводишь, он достал уже. Покажи. На сошогодно наводишь? Почти, да. Не знаю. Что с идеей у меня... Скажи. Он навел сюда. Ты что? А это постоянно? Ну это глюк идеи какой-то. Я не знаю. Давайте запустим. Один. Не, я по-моему никого никуда не видел. У меня тоже... Get передаем K. Просто возвращай то, что мы не знаем. Подожди еще раз. А если мы один видя, оно был в Англии? А? А если один видя, то в Англии, да? Или нет конкретно конструкта K. А вдруг или нет метода? Кто идет? Один. А помню K. Один? Да. А нельзя. Ну да. Так ты пошел ко мне. Походим только по ключу. Ну, в смысле, ты и так можешь получить такой раз. Ну да. Ну да. Скорее всего... А что там вообще? Он гей, да. А ничего. Гей принимает обжект. Ему пофиг кого. То есть он не дженерик. И он посчитал типа хэшкод того обжекта, вот туда обратился, там нау, да? Ну да. Не, ну у нас единицы как ключа нет. Даже не нау там. Нет, он пытался посчитать хэшкод 2 единицы. Да. Да. Посчитал хэшкод 2 единицы. Вернуть value. А value это обжект. Ссылочный тип. И поэтому возвращается нула, если ничего нет. Нет, у нас нету такого ключа. Нужно считать 5 хэшкод. Понятно чему? Почему нет? Вот мы передаем 5. Ну это кей, да? Это кей, да? А? Это кей. Наш кей стринг. Ну вообще да, мы его подразумеваем как кей. Да. Оно считает его, пускай тут будет 5, да? Получается оно что и для интеджера может посчитать хэшкод выходит. Ну не проверяй, что тип хэшкод я считаю. Я понимаю? Вот и все. Все, я все понял. Ну сейчас. Мне просто интересно как посчитать хэшкод для int. Вот он только что это сделал. Или для интеджера. Для интеджера вернее. Он только что принял интеджер и принял на него хэшкод. Интересно как это происходит. Это же объект. То есть если у меня какого-то произвольного объекта хэшкод считает, тебе это ашкод? Все нормально. Обжект. 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 Поэтому мы можем передать любое. Он без генериков. То есть какая-то там ячейка на ячейку памяти, то ли ее интеджер, еще что-то. А для интеджера я думаю есть определенный метод хэшкод для обжекта, который типа логичен. Да. Скорее всего. Правильному интеджеру. А? Правильному интеджеру. Какой интеджер? Ну, как бы чтоб эксепшены не ловить вот такое вот. Он просто говорит нул. Все. Нул, нул, если что. Передавай мне что хочешь, но я буду возвращать. как пройтись по такой структуре данных? Что за это пройтись? Что ты хочешь? Чтоб мы создали этот инструктор. нул. 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 он хранится в объекте не может хранить? Может. Массив может хранить? Да. Да. Ты указываешь тип данных, который там хранится. Обычный массив. Обычный массив. Нул. Нул. Вопрос отпал. Отлично. Да. В карте нету итератора. Но есть лазейки. Map. Есть такая штучка, как кейсет. Помним, что такое сет? Дерево. Ну, дерево тоже сет. Это интерфейс уникальных значений. Он еще называется множеством. То есть кейсет. Ключи у нас всегда уникальны. Поэтому мы можем в сет запихнуть эти ключи без потери данных. Можем получить на выходе сет. Пускай назовем его кейс. Да. Импортируем его. Сет наследуется от коллекции. Коллекция от iterable. В таком случае, что мы можем сделать? Вызвать итератор. Да. Можем сказать итератор. А у сета только одна реализация есть. Это три? Нет, 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 нет. Много реализации. Но они все. То есть итератор у нас это абстрагируемся. Ну, получается, что это привел… Наверное, да. Пусть она, получается, возвращает какой-то сет. То есть я об этом спрашиваю. Она возвращает, получается, какую-то реализацию сета. А не забитано, да? Ну, кейсет должен… Мэк точка кейсет должна вернуть… Нет, сейчас. Можно зайти в кешмап. Да, что еще? Что делает кейсет? Походу он возвращает какой-то объект. Так подожди, сет по идее он должен, наоборот, устанавливать. Не, ну сет это типа имеется в виду интерфейс. Не, не, смотри, в чем фишка. Если обратиться к этому кейсету, да, мы приводим себя к мапу, абстрагируемся к мапу. Поэтому нас сходу перебросит на интерфейс. Да. А можно перейти сразу на реализацию к хешмапу. Вот тебе реализация. Это просто в мапе дергает метод из интерфейса. Да. А, ты что надо делать? Нет, ничего не так. Так, включи еще раз. Что-то не происходит. Нет, нет, это такое. Скажи, что произошло. Нет, мы… Записан в лицо. Что произошло? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Да. Окей. А кто заканчивается? Я? Через поиск, ctrl-n, хешмап. По всем модулям? Быстрый, ctrl-n? Да. Еще раз, ctrl-n, non-project, выбираю хешмап. По всем модулям. А потом есть ctrl-n, f12, быстрый поиск по методам, вбиваешь и ищешь. Не, ну это я уже нашел. Другого варианта нет, только перехода нет. На уровень ниже нет, на уровень выше, да. Ну там, если нету прямой ссылки, то уже все. Скажи еще раз, что там, 12 или 12? О, смотри, я сейчас ввожу k-sat, да? Да. Ну ладно. А, hешмап, да. Я забыл эту комбинацию править, чтобы копировать строчку. Помню тебя разы? Ctrl-D. Копировать? О, вот все, вконтре. Блин, я сидел дома, наверное пол гугла перерыл, чтобы найти эту комбинацию. Такие же люди, что это не спрашивают. Да, стоило только просмотреть видео. Я посмотрю, у меня посмотрю. А не по-другому стрел, да? Нет, по-ходу, в путь. Я даже как-то под нее заснул. Аааа, то есть там сильная людях. Нет, чувак нормально рассказывал, я просто спать хотел, я включил мышку и уснул. Я тоже это на спальне, я сразу что-то читаю. Я не обучаю, я не знаю, что-то потерифицирую. Не, а мы не читаем, а ты вообще 3-3 минуты, типа, ты читаешь там поджал, а надо что-то выучить. Через 5 минут. А вот я как-то начинаю. Как вот первый способ пройтись по мапе, используя кейсет? Мы можем сказать, пока у итератора has next, что нам делать? Итератор next что нам вернет? Объект. Какой? Текущий. Текущий и переключен на следующий. А что этот объект будет? Кем являться? Ключом. Этот объект будет ключом. Правильно? Да. У нас множество ключей. Да, тут он будет длиннее. То есть, имея ключ, мы можем... Это много, да? Нет, ключ это стринг просто. Просто стринг. Нет, я имею ввиду образы. Нет, ключ и value это нода. Это общая. А отдельно ключ это просто... Отдельно нет, вот мы получаем массив, множество стрингов по сути, получили и все. То есть, мы не содержим... Это не нода. Почему? Кейсет, вот этот вот, нам возвращает не ноду нашу. Он возвращает список ключей. Если это интеджер, то мы вернем интеджер. Если это стринг, то мы вернем стринг такой вот. То есть... Давай, например, что он и вернет. Не знаю, это мастив какой-то, да? Или что это за структура? Нет. То есть, кейсет он вернет, это 1, 2, 3, 4? М? Да, 1, 2, 3, 4, стринг. И по сути, можем даже сказать, стринг кей, она сравняется вот эта вот штучка, да? Объект приводит. А, конечно. И потом в нашей карте по гету мы можем передать кейсет и доступиться к чему угодно. Как обратное было нечто? Не помнишь? Как здесь правило подчеркивать и сделать? Ну, выделять. Когда, если вот так вот выделять? А, видео, это в начале, кстати, еще до того. Женя, а как ты убрал это? Подчеркиваете, что у тебя тоже подчеркивают? Что делать? Я дженерик и включил. А. Выделяется по элементам Ctrl W. По блочным. По 1 минуту еще какой-то миксичный путь. Нет, это видео смотрите, там все есть. Там видео 45 минут, да, по-моему? Где-то вот так. Я это видео смотрел... И все по командам. Я это видео смотрел год назад. Но я типа все забыл, кроме S-Auto. Потому что он то, что не использовал, все забыл. Ну, есть методы там Ctrl, Alt, O. По-моему, убирает все ненужные бесполезные импорты. Стараюсь. Это настолько часто используемая команда, что я думаю, зачем ее запоминать? Давайте проверим, что у нас тут выведет. Вот это вот. Может я вас обманул. Да. 4, 1, 2, 3. Да, кстати, множество. Хаотично, она же не отсортированная. Мапа тоже она такая себе. Когда вы обращаетесь к мапе, она вам в хаотичном порядке все дает. Она же записывается в хаотичном. Поэтому, ну. А сортировать я никакой не? А? Сортировать. Давайте попробуем. Получится у нас или не получится. 4, 1, 2, 3. Будет теперь всегда в таком порядке. Как сеты, чтобы вы вообще не сортируете? Нет. Сет мне? Есть сортирует. Вот три сет. Видишь, он возвращает интерфейс. Поэтому. А мапа это не коллекция, поэтому что мы по ней бегать не можем? Да, получается. Не коллекция, но... Она не наследуется iterable. Не прибираем. Да. Так, а услышишь? Да. Ну, стрихорич. Итер. Да. Стринг. Кейс. Вот мы их получили. Не используя вот эту вот конструкцию, точнее, почти цикл. Мы можем вызвать, готовить часть кода. А что у меня начинается с этого? С 4. Мы даже итератор не вязали. То есть это второй способ, как заюзать. Не используя итератор. То есть, for each. Да. Но мы бегаем почему? Не по мапе. Мы по сету бегаем. Да. Да. Понял. Так что, такая вот фигня. А, то есть оно в первую четверку просто потому, что это хэш-код стоит... А, две, две, три. Мы придумываем прессинг. Это сало тогда. А, просто так вот. Для конкретной... И вот это же надо, все это сало не надо. Ну, например. Видишь, тут всегда. Оно... Это же один массив надо проработать. Ну, просто... Да. Да. То есть, она уже в данной комбинации построила и все дальше построила, да? Давай попробуем файл сделать. Ну, каждый раз перезапускай, я думаю, будет возвращать одно и то же. Поставь тем. Добавь тем. Тем? Ага. Увеличение мапы. Мы сейчас с тобой пишем любые цифры, да? Да. Ты же не ездишь, не ездишь. Ну, сколько же особо. Места осталось. Или чего-нибудь еще. Да, мы узнаем, что место в мапе заканчено. Никогда не узнаем. Вот это же прописано. А по поводу... А как же мы должны его увеличивать? Понимаешь, ты говоришь? Это внутри там удается. Это внутри. Мы пользуем, типа... Да, у него никогда не нужно доезжать. Можем сразу задать стартовое. Вот. Хешмап. Это на рейске у нас плоткая птича, да? Вот. Initial Capacity. Да. Сразу можно. Смотрите, мы напишем своему карту, типа как там, да? И там мы будем обязательно зайти очень на работу. А что это за улыбка? Отличная улыбка. Хорошо. Давайте третий способ, как можно пробежаться по... в карте. Не знаю. Я их буду комментировать пока. Map нам может вернуть еще Entry Set. Вот. Это уже будет наша нода. Тут мозг будет ломаться чуть-чуть. Это тоже будет множество Set, да? Единственное, что с дженериком здесь будет выступать Map Entry. String. Integer. Integer. Да? Что такое Entry? И... Как мы его назовем? Давайте назовем просто. Entry Set. Ну и пробежаться. Это первый способ. Такой вот второй способ. Такой только в чем... Что такое Entry? А, оттуда мы не вытащим значение, да? Entry это Public Static Interface. Это статический класс внутри Map. То есть это наша нода. Она статическая, да? У нее есть два поля. String, Key и Value. Вот это наша нода. Она называется Entry. И мы, по сути, возвращаем Set вот этих нод. Возвращаем Set этих нод. И что мы можем с ними сделать? Первое. Итератор. Entry Set. Жень, мне надо объяснить. Мне вот что... Да. Вот откуда... Допустим, ты это знаешь, да? Ну, как это все писать? Вот Entry все. Вот я сел, допустим, первый раз, увидел это в глаза, Допустим, CashMap, да? Откуда мне надо знать? Мне надо написать Map.mr. Прочитать, наверное. То есть выучить полностью этот... Да. Ну, а как ты хочешь? Я не знаю. Может, есть другие варианты. Или исходники. Других вариантов нет? Нет. Тут все какие-то подсказки. Солен тот шеф, который сделал Женя, чтобы это запомнить. А ему все летом. А сейчас типа поломалось. Шеха заблевляет. Блин. Гугл на Хабре это все описано есть. То есть ты просто готовые решения находишь, когда ты узнаешь об этом способе? Создать сам. Реально сам пишешь и потом запоминаешь. Лучший способ запомнить что-то, напиши это сам. Реагируйся все? Да. Вот компьютеры, да, как разобраться, с чего он состоит, что там надо менять. Разбираешь, а потом думаешь, как его сложить. Ну, да. Ну, первый раз разбираешь, а потом пару дней сутришь. Я веду к чему? Слушай, когда ты эту строчку только что писал, ты ее писал по памяти. Правильно? Ну, смотри, почему. Вот. Мап. Есть методы. EntrySet. Возвращает какой-то сет. Вот. Я вызвал метод. Если он вызывает сет, значит, я его привожу к какому-то сету, который будет состоять из этих entry. Entry у меня будет состоять из k и value. Вот они в дженериках прописаны. Если это сет, значит, у него есть итератор. Я вызываю итератор и его вот привожу сюда. Пожалуйста. Сделаем его дженериками. Это на JavaRush. Там вот так вот читаешь, там знакомишься с интернетом, и потом бах, карта от этого строка. For each. И все. Вот так мы и достаем. Да, JavaRush в плане практики крутой. Да, там задачки решаете. В плане получения теории я его проходил. Думаю, как это можно узнать? Откуда его? Там бывают такие задачи. Думаешь, блин, и как ее решить после того, что они дали ту теорию? Ну, нереально. То есть просто уже имея запас, да, можно сидеться и писать. Ну, просто там создатель, он объясняет тем, что когда ты думаешь, ну тебе задание надо что-то сделать, да, и ты должен подумать, как ты должен это сделать, учитывая твои знания, которые ты уже получил. Ну, то есть… Как пробежаться по такой структуре мы можем? Ну, опять бы не сложно. Как получить k и как получить value? Итератор next. Что нам будет? Ой, не has next, а next. Что нам будет возвращать? Entry. Map entry. Все? Что там? Делаем map entry и присваиваем туда значение итератора. Ах, а перезайдер можно достать и… … все, да. А, entry… 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 … свой… … да, там тоже… А зачем это? Не, ну я не виду… Вентry… … он ж выглядит там… … кейлером… … ну, вополе… … кейлером… … кейлером… … да… … а если без него… … без кого… … без… … без… … без… … нет… … то что там еще архив ты только покажешь… … какой архив… … и 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 архив… … если просто сидишь inside out и архив… … ты увидишь… … хрень какой-то… … то есть так же и тут будет… Get value… … get key… … все правильно… … ну давайте… … и в конце мы должны будем сделать вывод… … а почему get value? … это наш… … это на снова, да? … Вот такое написано… … map.n… … это вложенный класс, да? … ну… … да… … статический при том… … так и что ему не нравится? ... а там вот вложенный и внутрь это как раз, у вас разница была, да? … ты говорил… … какие там могут быть… … партические… … работают статические переменные… … и какому-то нельзя… … допустим… … да… … какой-то… Какой-то работает по тактическим переменам, а какой-то работает с переменами всего экземпляра. Все. Аналогично делается с 4H циклей. А че он вайлся этим? Как вы думаете, почему вайлся без 4H? Что пишет? Реклейт вам проще? Ну что бы так оно менять по кругу? Тебе порой надо поменять на вайл? Не, ну реально говорит, чувак, можно проще так сделать. Ну второй вариант, сразу сходу, так либо так. Что еще можно сделать с мапой? Ну put, get, clear. Ну это основное. Что вы считаете? Бифаншин, стринг. Компьютер. Дефалт. Гарантирует о синхронизации, автоматизации, оперативных методов. Я бы прохомыщилен. Лучше пока я сочляю вас? Да. Не менее... Я за тобой буду. Поделитесь? Да. Какая... Даже если вы никак не надеете, давайте стадишь. У нас этот... Сет-энтри... Нет, он возвращает на какую-то коллекцию, да? А? Сет. Интерфейс. А какую... Какую реализацию? Типа, нужно подсветить на реализацию. Энтри-сет вернет мэк? Да? Нет, он должен вернуть что-то, короче, от сета. То есть мы знаем только три сета, но я знаю. Есть еще какие-то там... Есть еще какие-то реализации интерфейса сет. Вот, и энтри-сет обязан мэк. Точка энтри-сет обязана вернуть что-то. Энтри-сет гип-класс, да? Контрол вырвешь, смотришь. Энтри-сет. Ну, нормально. Ну, потом еще на новом будет. Скоро, ну, это надо шлэк посмотреть, что на новом будет. Смотрите, тут не боюсь. Исходный кадр, так сказать. Объекционная ситуация стоит. А, да. А, да. А есть какие-то примеры, где закон, где все закрыто? Ну, просто и закрыт уж, по-моему, или нет? Да. Конечно, закрыты. Да, конечно, зачем? Ну, а вот, потому что самословно еще больше. Ну, тут все просто зашел. Ну, как по мне, так это самое нормальное, что ты можешь почитать. и тебя не... Зафиксировали все закрыты в любом случае. Да, да. Зафиксированы в машину. А, в Дежурбертех тоже. А, проект GIF? Да. Конкретно под системой, да? Какие-то, ну. Документация есть, вот я помню все Смотрите, по поводу Мафы, я не знаю, но Плохой клав Че? Плохой клав Придется кому написать свою карту Дописать скажет Да, я просто покажу вам набросочку Да, может не знали Это, типа, это проб, да, у нас или еще какой-то Ты, кстати, знал о поле Сейчас я знаю Кинотеатр, ну, конечно, мы это будем Куда не пить Вот вам Ну, просто надо Подожди, у меня такой вопрос У нас же только два значения принимают, да? Кей и вэлю Кей вэлю, 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 вэлю Может? Может быть Кей Кэшмэк Любой тип данных Мне надо, чтобы было под кеем У меня было там имя, фамилия И двух разных переменных Ты можешь создать класс И поместить его У нас получается как В кинотеатре будет В Кее Название кинотеатра А вэлю Класс Экзентляр Кинотеатр, да? Как ты думаешь? Ну, я имею ввиду Акмамник Акмамник Наверное, в таком, да, направлении То есть Выстроить Акмамник Ну, наверное, да Просто Там тебе надо будет делать поиск После такой Такого Надо продуматься Над архитектурой Шоу Ну, вот Ну, вот Ну, и самый привод По названию Обычно По названию Кинотеатра Поэтому, окей Это, наверное, Вот эти все Коллекции Наверное, хорошо Будут Проведать себя В слабых телефонах То есть Выложение написать И пробовать Искать Дело не в телефоне Дело не в телефоне А нужно серверы Что? Ну, нужно истинно сервер Ну, имею ввиду На слабых машинах Будет четко видно Что хорошо работает Что плохо По поводу Мапы, да? Я начну Ну, доделывать Это ваше дело Сережа На профи Я знаю Он начинает Вступительное Со структур данных Дерево и мапу Он говорит Чтобы реализовывали В принципе, дерево у вас готово Мапу можете добить Дерево в случае Если будет То вы сможете сделать Сбалансированное Потренироваться В основе Что у нас лежит? Массив, да? Как мы его назовем? Table Его именуют Ну Мы же помним Что у нас Какой-то entry Да? Идет Entry Притом Женериками Он идет Key Value Entry Интерфейс Entry Субтитры делал DimaTorzok 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 Если компьютер не выдумывается, то наверное может постоянно вот этот кризис, который называется кэктор, там был сначала метод записан, а внизу? Не говорится вообще. Нет, они хотят первый метод всунуть до 3 метра. А метод? Да. Я думаю проблематично будет. Хотят? Ну, как вы знаете, я показываю, как мы учились там это что в статье, да? Что нужно по очереди, сначала методы и потом переменные. Значит, компьютер хавает. И самый порядочный человек. Ну, тут. 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 Вот. Такая вот херня у нас получается, чтобы создать дженерик массивов. А по другому никак. Вот. А теперь попробуем. по-буквенно. 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 Ну. Костируем сразу. Да. Сразу создать. Ну. Мы создаем сам массив, да? Да. Ну вот смотри. Создать массив. New. Вот так вот нельзя. То есть массив дженериков нам создать нереально. Да. А ты его можешь создавать? Ну мы в конструкторе. В конструкторе. В конструкторе будет, но тоже надо кастировать. Да. Избирается, да? Я так в сервере в том хотелось сделать. Вот. В конструкторе можно использовать метод add, например, когда он добавлял асабук, который он носил? Это потому что он статик? Да. А. И почему он хреб? Почему его нельзя создать? Ну вот так вот. Честно говорю, не знаю. Я знаю, что массивом дженерики не применимы в плане создания. Дальше вот тут вот без проблем можете оперировать. Она вообще ничего вам не скажет. Именно создание массивов не канает. Надо будет только кастировать. Тут единственный такой, наверное, нюанс с дженериками. исключением. Но это будет у нас в конструкторе. У нас конструктор будет на Capacity и конструктор будет по умолчанию. Да. Capacity. Тут все понятно. И тогда. да. This. Table будет равняться вот такая вот штука. А по умолчанию. А? Да. Ну да. Сейчас мы. Так вот. Тест. Тест не сдал. Или с Windows он пришел. На проб. Это был вопрос. И наоборот. И наоборот. Не знаю. Тест не сдал. Тест не сдал. Повторяю. Не. У тебя да. Смысла тебе нет. А. Не надо общаться, наверное. Так вот. Вы можете одним ноутом пользоваться. Ты бы сказать. Вот у нас есть один как бы пропуск дальше. Ну а тут дальше берете, должен быть метод resize в случае чего. Какая-то переменная граница, которая будет, да, идет там private int. Вот это же метод dns, мы тогда будем проверять заполненность нашего максимума, да? Опасити умножить, да. Ну я проверю, при добавлении, как оно должно быть давать, потому что 85% уже заполнено? Да нет, бессмысленно определять ее. М? Здесь бессмысленно определять, в каждом коренном. Ну, да. То есть вот такие вынесем. Что, у нас боржа такая есть? Типа граничный индекс массив, после которого нужно увеличить массив по ходу. Ну да. Потом просто, чтобы обращаться к этому бордеру, они каждый раз высчитывать, мы вернулись в случае чего, нам надо будет его перезаписать. Когда мы делаем resize, да, мы меняем. А? Коллизий будет меньше, просто при большем числе возникновение коллизий увеличивается. Что еще такое? А кто-то не бывает, как пользователь поймет, что 50% надо выливать какой-то метод, ну... А не, это будет скрыто в структуре. Там еще какой-то нюанс такой надо. Ну, в принципе, все тут. Можно создать свои бакеты вместо entry. Там что будет? Он состоять из kea, из value, из next, в котором будет такой же самый entry. будет, должен быть метод equals присутствовать. Потому что в случае, если это будет entry set, он же должен как-то сравнивать. Да, нужно взять это. Внутри. Жень, я могу 301 и 201, а стать часть, деление на 100 и удовольствие 1. Да. На 100? Да. 301 и 201. Мы же рассчитываем индекс типа хэш-код поделить на максимальную емкость копателя. Так вот, получается, что мы в двух случаях получим одну и ту же ячейку, короче. Мы будем писаться в 1 и при 201 хэш-код, и при 301. Ну, больше. Я понимаю, что больше. Да. Это первый пример. Да. Ну, не понял, прикол. То есть мы же должны были по умолчанию говорить, что мы пишемся в одну ячейку хэш-кода, в одну ячейку массива, в случае, когда у нас хэш-код одинаковый получился. У нас хэш-коды разные хэш-коды дают нам одну и ту же ячейку для заполнения. Так там же мы писали, как по какому счету рассчитывать. Ты говорил, как мы рассчитывали на ячейку воздуха. Ты говорил, хэш-код, а старшее отделение копать. Да. По этой формуле, это все, это законченная формула? Да, индекс. По этой формуле, если поделить 300, если у нас будет коллизия, так это уже получается, у нас есть два случая, когда у нас в ячейку 1 попадают не только элементы с одинаковым хэш-кодом, но и еще какие-либо другие элементы. Ты же 300 элементов впытаешься впитывать в таблицу на столе. Почему 300 элементов? Эти впихиваемый элемент со значением 300. В чем здесь? Ну, со стримком 300. Это что, элемент? Это 300 элементов? Не, на влюблую случае, это будет. Не, будет коллизия, так как ни крути. То есть тут вопрос, мы по поводу, когда мы пишем entry, да? Пишем entry, да? Пишем entry, должно быть, у него, пишем, должно быть, vary, k, и next, у которого, next, должно быть, k, быть, такой же, как у... В первой entry, тогда не только k должно быть одинаково, но еще и индекс. Вернее, k обязательно не отсюда, но может быть одинаковым. Вот такая ситуация, когда я влюбил, да? Ну, одинаковая застача и деление, то есть одинаковый индекс. Но у них не одинаковый ни фэш-код, ни ключ. Ни значение, да. Чтобы правило, вообще запишем в ноду, если у нас в ноду должна отыгрызнуть, чтобы был одинаковый k, да? Ну, ключ будет одинаковый. Нет. Оно сравнит, да? Правильно? Иклс будет срабатывать. Вы получите два k. Ни наше вы. И оба их позначить будут. Да, то есть просто шок, изначальные условия, когда я сказал, что написано только по хэш-коде, это не только по хэш-коде. Не только соревнован хэш-код. У нас еще и те, у которых, короче, переданы этим... Так, у нас уже два условия. Не, все. Отечаянно засучилось одно. Я иду не можешь. Бумагу на 100 ячейк пикнуть по кодам 300. Но момент в другом. Когда ты делаешь на 100? Мы же... Если будет... 3 в МС3. Гаврил, смотри. А если у тебя расширится твой массив до 11 ячеек? Массивы, которые были в 10, при 10 ячейках, были в одной ячейке, да, вот эти entry? Да, я все понимаю. 201 и 301. В 11 они уже будут в разных местах. В 11. Потому что разное выберение выберет. Потому что ты уже будешь делить остаток... Если у них и шкода ни на кого, они будут в тех же местах. Да. А если разное? Если 301 и 201 при capacity 10 они попадут в одну ячейку, а при capacity 11 они попадут в разную. Да. В этом же так и делается. Ну, да, в этом случае, если мы меняем. Да, если я размен меняем. Вопрос в чем? Короче, условие попадания у меня вызвало непонимание. Озгущенное единственное условие для попадания в одну ячейку. Хэш-код поделить остаток отделения на... До этого мы говорили, что конкретно хэш-код. Да, ты молодец. Я просто объясняю тебе, почему у меня задолняют две вопросы. Я понимаю, что я получу одну и ту же ячейку при двух. Я знаю, что муж так нельзя. Оказывается, может все. У нас, по-моему, где-то писали. Индекс... Просто описано, сколько ты отделения, ты вообще ничего не получишь. Ну да, здесь ячейки... Ты вываливаешься? Да, понятно. Это понятно. Вот и все. Мне все это понятно. У меня условия попадания ячейки. Вот. Оно было звучно в другой. Я упрямлен. Хэш-код на capacity. Таким образом мы ячейку выделяем. Все. То есть... Я не сказал, но это нам было само-годить. Ну вот я и понял. Ну это... Ну просто это не здесь сказали. Все. Само-годица, собаки в кабинете. Это уже само-годица, собаки в кабинете. Так, да мы тупые. Все отлично. Да. А что делаешь? Почему так? Помазал. Так что надо было дома делать? Да дома нет. Я вам так набросочку сделаю. Заходить кто-то хочет, тот сделает. Кто нет, тот... Ну это уже дело каждого. Ну, думаю, на профи попросят. А так вы уже... Ну хотя бы знаете, есть capacity какой-то, есть table, оно все изменяется, resize. Хотя бы вот эти вот основы надо помнить. Как оно действует, как оно увеличивается. Если вы сразу знаете, какое будет количество элементов, capacity создаете в два раза меньше. Просто как ни крути, но будут коллизии, будут пустые места. Даже если будет capacity, ну, равно количеству элементов. Для этого не помню? Да. Давайте насчет кинотеатра пообщаемся чуть-чуть. Структуру прикинем какую-то. Не знаю, я... Ну это не буду на видео записывать или записывать? Записывайся, записывай. Да, ладно. Чуть-чуть нормальная память.